Привет народ, с вами снова, а я Евгений Пугач, и сегодня мы с вами будем как всегда на этом канале говорить о бареатрии. А почему я сказал на этом канале, потому что это мой не основной канал мой основной канал Евгений Пугач. Он рассказывает про Израиль, про жизнь в Израиле. А я решил отделить тему Израиля бареатрии, делать это отдельно, правильно этой или не правильно решать вам, но все-таки я так решил и пока месте это так вы сейчас спросите женек как бы казалось бы бариатрия зачем-то делал рубашку с фирмы металлоискателя майнлаб потому что я их люблю и не с моей точки зрения самые лучшие но видео сейчас не металлоискатели хотя могу про них рассказывать ну очень много у меня был свое время канал и он до сих пор есть про металлоискатель но еще раз это другое что же я хотел вам показать этой этой кофточкой у бариатриков как правило у женщин бывают срывы к чему срыва не в плане что человек начинает жрать много обратно этот совершенно другое когда бариатрик делает операцию бариатрическом он лишается удовольствия что то что же все-таки это за у за удовольствие вы когда-то перед ним как вы сделали операцию еще раз я обращаюсь в этим видео всем кто хочет делать операцию или кто уже сделал да еще забегу вперед как всегда совершенно забыл я не врач я не доктор я не имею права дать медицинские советы я только могу делиться своим опытом и конечном итоге принимать решение делать что-то или не делать делайте только вы это видео но не спать не должно способствовать вас на на какое-то побуждение действия или бездействия решение только за вами так вот я вижу что у дам ну скажем так у меня же есть группа есть на в одной известной платформе ватсап ссылка на нее есть под каждым роликом можете зайти присоединиться нас там как семья прям дом родной мы обсуждаем всякие проблемы или что у девочек как правило у девочек у пацанов этого почти нет или нету вообще есть проблемы что бариатрик который делает бариатрическую операцию он лишается удовольствия какое удовольствие лишается удовольствие много хорошо покушать но понимаете бариатрик который уже осознавший себя поверьте мне говорю с опытом двух бариатрических операций он прекрасно понимает что мы живем не для того чтобы есть мы должны есть для того чтобы жить я сейчас беру маленький помидорчик шери вот помидорчик шери у меня в руках после операции если мы возьмем полгода сейчас неважно это слив или шунт неважно давай скажем полгода после операции у меня четыре помидорчика шери это трапеза если вы это съедите вы будете сыт вы не будете хотеть кушать и мне объяснить это невозможно пока вместо это не прохаваешь очень трудно это объяснить может быть в ближайших в следующих видео я буду трогать эту тему так чему я все что у девочек правило бывает психологические проблемы у них получается что забрали еду забрали одно из удовольствий а другое заменить забыли забыли заменить есть девочки которые знают что не подвержены скажем так психологическим проблемам так они после операции ходят все к психологу что я хотел бы вам посоветовать сделать я бесю почему я выбрал себе это хобби завести хобби активное хобби неважно сейчас что это ну только не клуб по скажем так дизайну крестиков потому что вы будете сидеть а именно что-то активно велосипед спортзал металлоискатель что-нибудь или даже гулять ходить я понимаешь чешская женек но я толстый или толстая какой нафиг ходить я не могу жопу подвинуть через месяца полтора-два поверьте мне неважно при какой у вас вес сейчас перед операцией после операции вы будете хотеть бегать и горы сворачивать поэтому желательно перед операцией заведите себе хобби я завел себе у меня давно уже хобби металлоискатель и рыбалка рыбалка это пассивный отдых поэтому я его не считаю в плане баре 3 я люблю посидеть и рыбачить да но для меня это не такой же активный опыт отдых дальше скажет женек ну вот смотри есть куча видов рыбалки ребята это не то когда допустим я иду с металлоискателем меня вот я через окно средиземное море вижу за металлоискатель и пошел шуровать два-три часа меня дома нет все хорошо и мозги отдыхают и иногда приношу домой что-то интересное и занимаюсь спортом когда на меня находит хандра и моя жена это знает я просто любовь моя солнышко чмоки-чмоки я пошел на прекрасно знать куда я иду он знает что я не хожу по бабам я иду с металлоискателем гулять мне бабы не интересуют у меня есть моя жена причем любимая единственная неповторимая наберу металлоискатель и иду на море ну естественно если позволяет семейные дела поэтому мой дружеский совет перед тем как принимать такие серьезные решения обязательно обязательно сделайтесь найдите для себя хобби займите себе чем-то потому что когда вы сделаете операцию могут быть проблемы вы знаете что и это этого почти нигде нет в открытом доступе иногда пробивалась я это видел но ссылки на данный момент нет если я найду официальную ссылку я его под видео поставлю после баритрических операций и про это мало говорят про это надо говорить есть некое количество людей сейчас неважно мужчины это или женщины которые кончают жизнь самоубийством есть мужчины или женщины которые опускаются до наркомании про алкоголизм про алкоголизм я вообще молчу потому что же же как мы знаем женский алкоголизм это самый страшный вообще любой алкоголизм он страшный по сути своей но женский он более страшный женщину практически невозможно отучить от алкоголизма от зависимости мужчину проще поэтому ребят не надо не надо а если же вы хотите бухать я расскажу вам в следующем видео как это делать хорошо правильно и даже немножко с пользой для организма с вами был евгений пугач до новых встреч ждите следующее видео пока